Всем привет, с вами Лука, и наверное вы меня спросите, куда делся Уэб, и что эта картофелина себе позволяет. Так вот, после вчерашнего стрима мой хозяин с донатов закупился чистейшим кокаином, и сейчас валяется в наркотическом угаре под столом. И да, он передавал всем большое надсталкерское спасибо. Правда, мне неизвестно, что это значит, ну да ладно. Но так вот, естественно, видео записывать он в таком состоянии не может, поэтому за дело берусь я, Лука, Хэм, блять, как рифмуют. Наверняка вы со мной уже знакомы, поскольку мы с Уэбом однажды записывали совместное видео. Демон-батька, явись! Демон-батька, явись! Демон-батька, явись! Поэтому в представлении, я думаю, не нуждаюсь. Так что давайте перейдём непосредственно к обзору на сайт. Самый страшный сайт, который я когда-либо видел в своей картофельной жизни. Да-да, у картошки тоже есть глаза. НГРБН и ты картофельный расист. Ну ладно, что-то я заговорился, так что давайте начинать. Давным-давно, когда я был молодой картошкой, я наткнулся на один сайт. Очень страшный сайт. Был это году в 2009, если меня не подводит память. Ох, как же я стар. И назывался этот зловещий сайт Упячка. По сути, это был очень успешный когда-то медиавирус, который был запущен неким Иксбостом в 2007 году. Да-да, именно этот пользователь закрытого коллективного блога Лепрозорий нарисовал того самого человечка, который стал в итоге символом Упячки. Но свою популярность Упячка приобрела только после набега её участников на интернет-ресурс Хабра Хаба. Только после глобального засирания всего и вся на этом IT-форуме бравыми воинами Упячки она превратилась в самостоятельный феномен. И даже обрела свой веб-сайт. Возможно, вы спросите, в чём основная суть этого, скажем так, движения. Главная идея Упячки заключается в борьбе с унылым говном, скукой и прочей ересью. Именно поэтому солдаты Упячки ходили по унылым с их точки зрения форумом и засирали их бессмысленными, как моя картофельная жизнь, комментами. Обычно вся суть их атак сводилась к бессмысленному и беспощадному флуду. Впрочем, воины Упячки не брезговали и дудо с атаками, и даже взломом сайтов. И да, кстати, о флуде. Пожалуй, это был самый весёлый и беспощадный флуд в истории российского интернета. Дело в том, что у Упячка Мэнов было есть свой язык. Совершенно безумный и идиотский. А теперь представьте, что вот такими вот словами забиты все комментарии на форуме. Да, страшное зрелище. Картошка Олдфак ещё помнит такое. Впрочем, долго и безнаказанно продолжаться такая деятельность Упячки не могла. Поэтому уже в феврале 2009 года сайт был выпилен благодаря ДДОС-атаке Анонимуса. Правда, на следующий день сайт был восстановлен и работал в прежнем режиме. Естественно, на этом драма не могла закончиться. Поэтому 26 июля 2009 года Упячка была выпилена НИГРЫЙ. И да, это совсем не то, что вы могли подумать. За этим словом скрывается аббревиатура. Независимая инициативная группа радикальных анонимусов. От этого удара Упячка оправлялась очень долго. После всей этой ситуации со взломом, каждый школьник норовил создать свою личную Упячку с брэкджеками КТ. Но вся эта вакханария закончилась в мае 2010 года. Сайт был восстановлен, а УГЭ, как водится, попячен. Возможно, кто-то спросит, а пячит ли УГЭ Упячка сегодня? На что имеется только один ответ. Нет, Упячка уже не топ. То есть, она уже не совершает набеги и не занимается чем-то противозаконным. Потому что за это сегодня, как известно, можно получить по шее. Так что это, назовём его так, сообщество окуклилось и представляет сегодня не более чем кружок по интересам. В целом, вы даже можете туда попасть по инвайту, выполнив некоторые условия, но надо ли вам оно? Решайте сами. По сути, можно провести интересную параллель. Упячка это как масоны, которые когда-то имели в мире очень большую власть, но сегодня это не более чем сообщество по интересам. Уж простят меня иллюминаты и масоны за такое сравнение и не превратят в картошку фри. Ну что ж, а что думают подписчики Лэба по этому поводу? Напишите своё мнение в комментарии, они так называются вроде бы. А ну-ка, Лэб, подскажи, раз уж пришёл в себя. Ну а также, конечно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и паблик, если вы ещё не подписаны, и рассказывайте об этом. И не только видео своим друзьям. Эм, блять, как же болит голова. Аминь. Ну а с вами, как всегда, был Лука. Хотя, о чём это я, это же наш первый раз. Если вы, конечно, понимаете, о чём я. В общем, до скорых встреч на просторах ваших кухонь и макдональдсов. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!